В Нарьинмаре в общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева прошел тематический прием граждан в рамках недавно созданной семейной приемной. Он был посвящен новым мерам социальной поддержки, обозначенным в послании президента, в частности, изменениям в правила использования материнского капитала. Мероприятие прошло при участии секретаря Ненецкого регодзеления «Единой России» Дениса Гусева, его заместителя Максима Арбузова, уполномоченного по правам ребенка Галины Гуляевой, а также представителей пенсионного фонда, отделения соцзащиты населения и окружного профильного департамента. Ирина Никешина продолжит. Всего за три часа приема граждан было рассмотрено 15 обращений на Нарьинмарцев, как личных, так и сделанных по телефону и электронной почте. Участники семейной приемной ответили на вопросы, связанные с использованием материнского капитала, правом его получения и индексации соответствующих выплат маткапитала. Кроме того, несколько вопросов касалось проблем, с которыми людям пришлось столкнуться при оформлении тех или иных мер социальной поддержки. Обратился гражданин, который сомневается в том, что различные выплаты по уходу за детьми до полутора лет и до трех лет можно оформить на одного члена в семье, а нужно для этого привлекать кого-то еще бабушку, дедушку или какого-то родственника. Оказалось, что это не так. Мы ему объяснили, что не стоит пока волноваться, а можно смело идти в соцзащиту и оформлять на одного из родителей обе этих две выплаты. Еще одно обращение касалось состояния здоровья несовершеннолетнего. Жительница региона рассказала, что с ее 10-летнего сына, который лишился глаза, в 2017 году была снята инвалидность. Теперь семья не может использовать для изготовления глазного протеза материнский капитал. Протез делается индивидуально и стоит от 8 до 10 тысяч рублей, которые семье собрать трудно. Заболевание осталось, все те же самые проблемы остались, но по критериям, которые установлены федеральным законодательством, эти дети не могут быть инвалидами. И вот здесь как раз такое обращение. А инвалидность, казалось бы, это не самое лучшее, что может быть у человека. Но с другой стороны, именно инвалидность, установление, оно дает людям преимущества, которые помогают просто жить человеку. Это и медицинское сопровождение, более, скажем, упрощенное для таких граждан. Случай требует немедленного реагирования и изменений в федеральные нормативно-правовые акты, прокомментировал ситуацию Максим Арбузов. Парламентарии намерены обратиться с этим вопросом к депутату Государственной думы Сергею Коткину и уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой. В свою очередь, секретарь Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев сказал, что реготделение поможет изготовить ребёнку глазной протез и возьмёт на себя связанные с этим расходы. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север».